Инициатором проекта выступил Рубцовский завод запчастей. Он вложил в создание технопарка порядка 100 миллионов рублей. Еще 500 миллионов средств федерального бюджета, выделенные Минэкономразвития. Рубцовский завод запчастей стал якорным предприятием технопарка и уже работает на его территории, как и еще несколько резидентов. Остальных здесь ждут. На площади в 13 тысяч квадратных метров работы практически завершены. Уникальность нашего технопарка в том, что это первый объект, который призван улучшить, или точнее повысить технологичность именно в отрасли сельхозмашиностроения. И на сегодня мы видим здесь тот набор оборудования, который позволяет делать продукцию, компоненты, комплектующие продукции, которые абсолютно не отличаются от зарубежных аналогов, от зарубежных производителей. К примеру, тот же Рубцовский завод запчастей раньше закупал детали и узлы для своего производства в других регионах и странах. Сейчас их можно будет делать на территории технопарка. Кстати, произведенные сельхоззапчасти уже готовы к отправке в другие регионы России и страны СНГ. Ведь апрель – время подготовки к весеннеполевым работам, и отечественная продукция сейчас очень востребована. Видя те станки, на которых будут работать наши мастера, технологи, рабочие, хотелось бы больше таких объектов. Но и как цель-то это не видеть красивые картинки, а именно видеть картинки в виде хороших урожаев, новых производственных площадей, новых возводимых заводов. Площадка технопарка будет иметь и социальный эффект. Привлечь к работе планируют порядка 250 жителей Рубцовска. Напомню, что открыть объект планируется уже в мае. Татьяна Голубева, День Столком.